В музее Шукшина теперь будет теплее, чем обычно, а в сростках вводят в эксплуатацию новую котельную. Разорвали почти 300 домашних птиц от нападения диких псов, страдают подворья жителей Тюменцевского района. Все по-настоящему. В Шипуновском районе реконструировали один из ключевых боев Великой Отечественной. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Пенсионная реформа вновь стала самой обсуждаемой темой среди общественности. Накануне президент страны высказал свою принципиальную позицию в отношении нового законопроекта. Он считает, что необходимо внести серьезные поправки в документ. К примеру, предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Кроме того, Путин призвал наказывать руководителей организаций, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста или отказываются брать их на работу. Законопроект еще будут рассматривать в Государственной Думе. Возможно, внесут дополнительные поправки. А что думают о заявлении Путина алтайские депутаты, которые сегодня вышли из отпуска и собрались на очередное заседание сессии? Смотрите в нашем вечернем выпуске. В сростках сегодня введут в эксплуатацию новую модульную котельную, которая использует природный газ в качестве основного вида топлива. До этого в селе работала угольная. Она выработала свой ресурс. Как сообщает пресс-служба региона, объект будет отапливать музей Шукшина, детский сад, школу, здание администрации, Дом культуры и не только. Стоимость строительства около 17 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета. Наш корреспондент сегодня находится в сростках. В ближайших выпусках расскажем о событии подробнее. За что экологи подали в суд на солонежинских золотодобытчиков и почему жители края разводятся чаще других, ответы на эти и не только вопросы в традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. На солонежинских золотодобытчиков подали в суд экологи. Они уверены, что старатели работают на реке Ануй незаконно. Напомним, искатели драгоценного металла направили реку в искусственно созданное русло, а на естественном дне водоема ведут раскопки. Природа в этом месте уже сейчас состоит из одних котлованов и рытвин. Экологи считают, что такой варварский метод неизбежно ударит по уникальной экосистеме района. А здесь, к слову, помимо редких растений и животных, располагаются археологические памятники Денисова пещера и древнейшая стоянка человека. Исковое заявление о запрете деятельности подано в Центральный районный суд Бурнаула. Полный материал на эту тему читайте на страницах КП на Алтае. В Алтайском крае чаще всего разводятся, в отличие от других сибирских регионов. Статистику, опубликованную Новосибирск-Статом, приводят корреспонденты аргументов и фактов на Алтае. За полгода на 100 браков приходилось 90 разводов. За это время поженилось 5406 пар, а развелось всего на 500 меньше. И это самое высокое значение в Сибири. Причины не меняются веками. Раннее и необдуманное вступление в брак, неверность партнеров, несовместимость характеров и вредные привычки. Грандиозный фестиваль «Алхимик» ждет жителей Наукограда 1 сентября. Бейский рабочий приводит полную программу праздника. Проводят его во второй раз. В этом году запланированы выступления байкеров, битбоксеров, музыкантов, танцоров, зеркальное шоу Ильи Дубовика, детская программа, шоу группы Владимира Кислова и грандиозный фейерверк. Погода, правда, обещает быть прохладной и дождливой, поэтому наш совет – одеться потеплее, чтобы не пропустить все самое интересное. Евгения Даровская, Наши новости. Продолжим. В алтайском селе Тюменцево дикие псы загрызли почти 300 голов домашней птицы. От нашествия пострадало 15 подворий. Инцидент произошел ночью пару дней назад. Собаки напали внезапно и растерзали кур, гусей и уток. Всего погибло почти 300 домашних птиц. Ущерб нанесен 15 подворьям. По словам сельчан, это не первое нападение. С начала лета подобные происходят практически в ежедневном режиме. К примеру, от последнего нападения собак местная жительница Виктория лишилась половины хозяйства. Они растерзали почти 70 птиц. Урон составил около 20 тысяч рублей. Люди неоднократно обращались за помощью к местной администрации, но те лишь сослались на отсутствие службы отлова в районе. Известно, что этим случаем заинтересовалась прокуратура. Правозащитники по просьбе сельчан написали в ведомство заявление. Накануне в селе Шипунова гремели выстрели, взрывы и крики «Ура!». Здесь состоялся первый алтайский фестиваль «Днепровский рубеж». Активисты, любители военной истории, воссоздали один из ключевых боев Великой Отечественной. Начало сражения за Днепр. Подробнее в нашем сюжете. Гимнастерка только такая. Других вариантов нет. У кого гимнастерка другая, рассматривается вариант А. А. Тельняшка. Б. Белуха, как вот у товарища красноармейца. Выйти из строя. Шаг вперед. Младший политрук Анна Янкова говорит, для настоящего, увлеченного своим делом, реконструктора не должно быть мелочей. Форма должна выглядеть так, как будто сейчас, лето 43-го. От пуговиц до характерных для боевой одежды потертостей. Бийчане прибыли на фронт на своей технике. Команда «Русского экстрима» впервые представляет свой город на реконструкции сражения. Очень волнуюсь. Как перед боем. У меня дедушка, естественно, дедушка воевал, погиб. Другой дедушка, он остался жив, пришел, рассказывал нам много. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. В ходе сражения за Днепр восемь жителей села Шупунова стали героями Советского Союза. Лагерь немецких солдат разбит отдельно. По задумке организаторов, зрители не должны видеть его до начала боя. В арсенале противника тоже действующая техника. Например, самоходная артиллерийская установка производства Германии. Мы реконструируем солдат германской армии. В данном случае у нас два подразделения. СС «Герливангер» и СС «Тоттенкопф». То есть это ребята-каратели. Бой начался в назначенное приказом время. За период, что он длился, прогремели десятки взрывов. Было расстреляно больше четырех тысяч патронов. Восторг, полный восторг. Даже в каких-то местах просто прослезилось. Когда наши на подмогу пришли, я до сих пор не могу. С поля боя солдаты на военной технике проследовали к мемориалу села Шупунова, где возложили гирлянду к ногам памятника коленопреклоненной. Илья Кочетков, Марина Болкова. Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникофорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникофорте – для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории региона Яснов, Бийске, Славгороде и Белокурихе – 20 выше 0, 21 в Рубцовске. В Барнауле – переменная облачность, ветер северный и умеренный. И до 21 со знаком «плюс». А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok